Разбитое лобовое, вогнутая крыша, даже капитальный ремонт с такими повреждениями вряд ли справится. Припаркованная машина приняла удар падающего тополя. По счастливой случайности водителя внутри не оказалось и не дала дереву лечь на игровую площадку детского сада, где в это время гуляли малыши. Дети испугались, закричали. Воспитатель их собрал и повела в этот, у корпуса туда завела. Это счастливый случай, что просто ребенка ни одного не зацепило. Слышу такой треск, хруст. Я думала, дом рушится. Нет, смотрю, дерево на моих глазах, на моих только отошла женщина с ребенком, с ребеночком. Вот только. И оно следом падает. Тополь не выдержал порывов ветра около 18 метров в секунду, но это сегодня не рекорд. В Новогрудке зафиксировали скорость ветра 23 метра в секунду. От урагана пострадал и Брестский регион. Пик бури пришелся на полдень. Без электроснабжения остались более 40 населенных пунктов. Сейчас ситуация у нас стабилизировалась. Осталось у нас отключено 14 трансформаторных подстанций, 7 населенных пунктов. Фермы у нас в настоящее время все забиты. Работы продолжаются, но в ближайшие час-полтора все потребители будут подключены и с электроэнергией. О том, что погода испортится, метеорологи предупредили накануне. Так что белорусы встречали циклон, вооружившись зонтами. Судя по спутнику, мы видим, что он располагается немножко северо-западнее республики нашей. Он больше на территории Литвы. Возможно, в скором времени прогноз, что всегда под рукой, станет более правдивым. По крайней мере, такую задачу совсем недавно поставил президент. И пусть о погоде часто говорят мол капризно и непредсказуемо, в мире точность прогноза достигает 95%. Чем ближе непосредственно образование, тем быстрее можно прогнозировать. Сутки – это вот тот предел, когда видишь, либо будет, либо распадется. Долгосрочники за три дня до возникновения уже прогнозировали, что будет идти с юго-запада Европы. Подошел к Беларуси Томас со стороны Прибалтики, но родился в сотнях километров от нашей границы, в районе Чехии и Словакии. После он прошелся по Румынии и западу Украины и оказался у нас. После разрушений в Брестской области на пути стихии оказался Витебский регион. Ему-то и досталось больше всего. На Шарковщине за считанные часы выпала треть месячной нормы осадков. А Браслов и вовсе затопило. Часть улиц под водой, где по щиколотку, а где и по коленам. За сутки на асфальте оказалось столько воды, сколько, как правило, выпадает за месяц. Ее с улиц в течение дня откачивали службы МЧС. В некоторых местах уровень воды достигал 50 сантиметров. Ливневые канализации не исправлялись, поэтому для откачки воды была привлечена техника МЧС. Ближайшие ночи, по прогнозам синоптиков, дождь утихнет практически во всех районах. И все же зон лучше держать под рукой. Хотя от ветра это средство сомнительное. Сильные порывы сохранятся. Катерина Круталевич, Влады Корницкая, Максим Вечерков, Олег Шапель, Ирина Никитина. Наши новости ОНТ.